Приветствую всех! В данном ролике мы рассмотрим астральный мир планеты Земля, общие характеристики. Давайте попробуем разобраться в вопросе, где же находится астральный мир как таковой. Где же он располагается пространственно? На небе, под землей, под водой, в межпланетном пространстве или в межзвездном пространстве? Мы исторически привыкли к следующему набору пространственных характеристик. Спереди или сзади, слева или справа, вверху или внизу. Но как оказалось, искать другие миры нужно было не в трех пространственных измерениях физического мира, а как бы вглубь материи, то есть внутри физической материи. Астральный мир, как и все другие миры, пространственно находятся в одном месте. Они проникают друг в друга и являются по сути единым целым. Для тех людей, которые никогда не видели астральный мир своими глазами, и им трудно визуализировать данную особенность астрального мира в уме и воображении, на помощь придет современный кинематограф. Для этого вам нужно обратиться к французскому фильму «Валериан и город тысячи планет», а точнее к эпизодам, связанным с Великим Рынком, где Валериан добывает ежика-конвектора. Первоначально на месте нахождения Великого Рынка расположено чистое поле без построек. Это то, что видит физическими глазами обычный человек. Но когда этот же человек надевает шлем, что можно сопоставить с астральным зрением экстрасенса, то он видит, что на месте чистого поля физического мира уже расположено большое количество строений, целый город параллельной реальности. На сегодняшний момент именно эти эпизоды Великого Рынка могут послужить наглядным пособием людям, не имеющим личного астрального опыта, как взаимно расположены и взаимно проникают друг в друга физический и астральный мир. Вполне возможно, что создатели этого фильма консультировались у специалистов в сфере параллельных миров. Но не стоит впадать в заблуждение и считать, что все эпизоды фильма «Валериан и город тысячи планет», касающиеся Великого Рынка, полностью соответствуют реальному астральному миру. Это вовсе не так. Нас интересуют только сцены, показывающие зрителю взаимное расположение в одном пространстве физических и астральных объектов. Более подробно мы будем касаться этих вопросов позже. Теперь, когда вы ознакомились с вышеуказанными картинками или уже, возможно, пересмотрели фильм в части Великого Рынка, давайте попробуем разобрать следующие примеры. Пример номер один. Так же, как и в фильме, представим себе чистое поле физического мира, на котором находится физический и астральный наблюдатель. Человек в физическом теле будет видеть чистое поле, то есть никаких построек и никаких существ. Астральный наблюдатель, находясь на данном поле рядом с физическим наблюдателем, будет видеть чистое поле физического мира и стоящего на нем физического наблюдателя. Но почему так? Ответ. Физический наблюдатель видит только те объекты, от которых отражаются световые волны светового физического диапазона. Это значит, что объект должен быть настолько большим, чтобы иметь возможность отразить световой луч в глаз наблюдателя. Частицы астральной материи в огромное количество раз меньше частиц физической материи. Они настолько малы, что лучи физического света просто не могут от них отразиться и пролетают между этими частицами. Астральный наблюдатель видит окружающий мир не при помощи световых волн физического диапазона, а при помощи световых волн астрального диапазона. Эти световые волны в огромное количество раз меньше по размеру, чем физические. И это значит, что астральные световые волны достаточно малы для того, чтобы отразиться от очень малых частиц астральной материи и попасть в глаз астрального наблюдателя. Кроме того, астральные световые волны отражаются от всей физической материи, поэтому астральный наблюдатель видит все физические объекты наряду с астральными. Вот вам и четкое, легкое научное объяснение происходящего процесса, чтобы не быть голословным. Пример номер два. Давайте пойдем дальше. На выше указанном чистом поле физического мира находится физический астральный наблюдатель. Кроме этого, в астральном мире на месте этого поля расположено одно здание из астральной материи. Кто и что будет видеть? Физический наблюдатель будет видеть только себя. Поле, астральный же наблюдатель будет видеть себя, астральное здание, физическое поле и физического наблюдателя. Пример номер три. Усложним конструкцию. К выше указанным добавляется здание из физической материи. Кто и что будет видеть теперь? Физический наблюдатель будет видеть себя, поле, физическое здание. Астральный наблюдатель же будет видеть себя, поле, астральное здание, физическое здание и физического наблюдателя. Но что если физическое здание и астральное здание расположены одновременно в одном месте? Для физического наблюдателя это не имеет никакого значения, так как он будет видеть только физическое здание, и проходящие мимо него астральные существа не будут ему мешать. А вот для астрального наблюдателя картина существенно меняется, ведь он будет видеть сразу два здания одновременно, сразу два комплекта стен, потолков, полов, окон. Несомненно, астральному наблюдателю будет очень неприятно, кроме того, ситуация осложняется тем, что ему постоянно будут мешать физические люди, ходящие по физическому зданию, которых он будет видеть. Теперь вы имеете базовое представление о том, что астральный мир находится на том же месте, где и физический мир. Но у нашего мира есть следующие характеристики – диаметр планеты, гравитация, давление, атмосфера. Гравитация в астральном мире тоже есть, поэтому форма астральной планеты Земля является так же шарообразной, как и физической планеты. Астральная гравитация притягивает всю астральную материю к центру астральной Земли, которая совпадает с центром физической Земли. В настоящий момент у нас нет точных данных о силе гравитации, но точно известно, что ее силы позволяют удерживать просто огромную астральную атмосферу. Также достоверно известно, что чем большую астральную массу имеет объект, тем сильнее он притягивается к центру астральной планеты. Это значит, что самая тяжелая астральная материя, наподобие нашей Земли, является самым нижним слоем, более легкая астральная материя, как бы лежит на астральной Земле, наподобие нашей воды, а самая легкая астральная материя одновременно лежит на Земле и воде, наподобие нашего воздуха. Также есть очень разряженное космическое астральное пространство, состоящее из сверхлегкой и малоплотной астральной материи. Диаметр астрального тела планеты Земля почти полностью равен диаметру физического тела планеты Земля. Это значит, что астральная Земля почти совпадает с физической Землей, по которой мы ходим, по уровню относительно друг друга. У вас может появиться вопрос, то есть астральная Земля может быть выше по уровню нашей физической Земли, или наоборот, астральная Земля в каких-то местах может находиться ниже уровня нашей Земли, то есть в наших недрах. Ответ. Да, именно так и есть. Точные исследования никто не проводил, но примерно известно, что около 50% поверхности астральной и физической Земли совпадают по уровню. А вторая половина отличается между собой. У вас может созреть в голове следующий вопрос. Но как такое, в принципе, могло получиться? Ответ. Если вы прослушивали предыдущую тему, а если нет, советую ее прослушать, то вы бы знали, что вся материя первоначально находилась в состоянии хаоса и постепенно дифференцировалась на разные слои планы и миры. Первый в четкую систему структурировался материя первого мира, предпоследний материя астрального 48-го мира, последний материя физического 49-го мира. Такой же процесс происходил и при создании тела нашей планеты. Сначала у планеты Земля появилось астральное тело с определенным диаметром и рельефом астральной Земли. Спустя огромное количество времени на месте астрального тела планеты Земля начала создаваться физическое тело планеты, которое имеет практически тот же диаметр. Но рельеф физической Земли отличается. Так и получилось, что есть два отдельных тела планеты Земля, физическое и астральное, имеющие один центр, взаимно проникающий друг в друга, одного диаметра. Но рельеф поверхности этих тел иногда не совпадает. Давление воздуха, воды и Земли у астрального тела нашей планеты тоже есть. Но оно немного отличается. В физическом мире мы можем взять бочку, налить в нее немного воды и нагреть. Образуется пар, который заполнит бочку изнутри. Затем мы закрываем бочку крышкой и охлаждаем бочку и пар внутри. Пар конденсируется, давление внутри бочки резко падает. И внешнее давление физической атмосферы сдавливает железную бочку снаружи. На этом принципе устроен паровой двигатель старых паровозов. В астральном мире такой фокус не пройдет. Астральная материя просочится сквозь стенки астральной бочки, как вода сквозь сито. Издавливания астральной бочки не произойдет. Давление быстро уравновесится снаружи и внутри. Отсюда вывод. Двигателя внутреннего сгорания современные автомобили и паровой двигатель в астральном мире. Работать не будут. Либо эффективность их будет в разы меньше. Кроме того, в астральном мире вы можете нырять и на большие глубины. И давление вас не раздавит. У физической планеты есть атмосфера, которая состоит из разных слоев. И общей сложности простирается на 10 тысяч километров от поверхности океана. Астральная атмосфера планеты, Земля, составляет не менее 300 тысяч километров. Намного больше, чем физическая атмосфера, не так ли? Известно, что у Луны также есть астральная атмосфера, которая может достигать до 70 тысяч километров. Расстояние от поверхности планеты Земля до поверхности Луны. В перигее момент максимального сближения тела составляет примерно 355 тысяч километров. Это значит, что астральная атмосфера Земли и Луны в период перигея соприкасается друг с другом. В этот момент возможен переход по астральной атмосфере на Луну и обратно. В Древней Греции Платон и Аристотель, описывая параллельный мир, который нам сейчас известен, как астральный мир, называли его подлунным миром, сферой. Это означало, что границы атмосферы этого подлунного мира доходили почти до границ Луны. А за этими границами начинался эфир или чистое космическое пространство. Более двух тысяч лет назад узкой части человечества было известно о существовании астрального мира и о его размерах. У ближайших к нам планет Солнечной системы Венеры и Марса также есть свои астральные атмосферы. Примерно 270 тысяч километров у Венеры и 160 тысяч километров у Марса. Расстояние в момент перигея максимального сближения тел до поверхности планеты Венера составляет примерно 38 миллионов километров. А до поверхности Марса примерно 55 миллионов километров. Из этого четко следует, что кто бы ни заявлял обратное, переход в астральном мире с Земли на ближайшие планеты Венера и Марса категорически невозможный. Потому что между астральными атмосферами этих планет нет соприкосновения и лежит пропасть в десятки миллионов километров. Переход на эти планеты возможен минимум через ментальный мир и его казуальную часть. А лучше всего через будхический мир. Но это уже вопросы не наших видео. Поэтому если какой-либо экстрасенс вам заявляет, что летал именно в астральном мире и теле на другие планеты Солнечной системы, вы уже будете знать о том, что он вас обманывает. На этом все. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что понятным простым языком смог пояснить, что такое астральное тело планеты и планет. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч.